Привет, друзья! Примерно полтора года назад я снял обзор на универсальную двухдиновую Android Magnetol от компании iDoing с мощным железом, чипом диспи и другими полезными фишками. В тот момент она была новинкой и показала себя весьма отлично, но время прошло и в комментариях я заметил много ваших отзывов о том, что устройство, которое было у меня на тестах и то, что сейчас продается на странице товара, кардинально отличается. От вас поступает много разных вопросов, поэтому я решил заказать и протестировать новую версию. Сегодня расскажу, в чем заключается отличие, что стало хуже, а также покажу скрытую функцию, которую не знает большинство тех, кто уже пользуется этим устройством. Надеюсь, вам будет интересно. Заранее спасибо за вашу активность в комментариях, это очень помогает в развитии канала. Не стесняйтесь, пишите свое мнение. Если будут вопросы, welcome в наш телеграм-канал. Изменился внешний вид упаковки, теперь это самый обычный, просто самый дешманский картон. Не знаю, экономия должна быть экономной. Здесь прям все очень компактно. Пакет с кучей разных проводов. Чуть позже посмотрим, что там в комплекте положили. Сама магнитола и еще одни какие-то провода. Окей, коробку убираем в сторону. Да, действительно, она стала гораздо больше. Вот так сбоку можно посмотреть. С передней стороны ничего не изменилось. Абсолютно то же самое. 7-дюймовый дисплей. Сверху установлено 2,5D стекло. Если обратить внимание, то сам дисплей уступлен вот туда в рамку примерно на 3-4 мм. Сбоку у нас расположен микрофон, кнопка перезагрузки, сенсорные кнопки управления с подсветкой. Причем раньше было RGB подсветкой, сейчас только красный. Хотя в настройках можно типа выбрать цвет, но нифига не меняется. И осталась вот эта вот крутилка громкости, которая очень многим нравится. Сверху есть подробная схема всех подключений. Кому интересно, можете поставить на паузу. Задняя часть магнитола выглядит следующим образом. Здесь у нас подключение GPS-антенны, подключение 4G-антенн, модульное подключение всех проводов, которые идут в комплекте. И теперь ISO-разъем уже встроен в саму магнитолу. То есть раньше был провод, который отдельно подключался через коннектор. Теперь все это дело подключается вот так напрямую. Если вдруг у кого-то другое подключение, в любом магазине автоакустики продается такой коннектор, стоит 50 рублей. Ну и для сравнения, вот так выглядит в принципе стандартная 7-дюймовая Android-магнитола. Можете оценить размеры. Вот это теперь стало гораздо глубже. Передняя часть устройств, видите, да, вот стандартный вариант, где дисплей просто утоплен туда в рамку. И здесь у нас сенсорное стекло расположено прямо сверху. Конечно, вот этот вариант визуально мне нравится больше. Точные габариты этого корпуса у вас на экране. Теперь давайте посмотрим, что идет в комплекте с проводами. Первый пакет здесь у нас GSM-антенна и встроенный модем. Интересно упаковать GSM-антенну. Теперь она в таком мягком как бы кожухе, да, чтобы ничего там под панели не гремело. Ну и, соответственно, подключение самой антенны. Дальше у нас мой разъем для установки стим-карты. То есть магнитола поддерживает 4G-сеть. Можно установить симку и пользоваться интернетом. Это удобно. Окей. В отдельном пакете куча разных проводов. Монтажные лопатки для протяжки провода. Какие-то монтажные пластины. Есть небольшой набор болтиков. GPS-антенна, она магнитная. Раньше эти антенны крепились на двухсторонний скотч, сейчас магниты. Это очень удобно, потому что если вы будете, допустим, снимать магнитолу, то не нужно будет ничего отбирать. Сразу три выносных USB-шки, которые устанавливаются обычно где-нибудь в бардачок автомобиля. Длина провода около одного метра. Подключение внешнего микрофона. Подключение ручника. Подключение камеры. АЦЦ. Проводки для подключения мультируля. Управление радиоантенны. Выносной микрофон, который устанавливается где-нибудь рядом с водителем, чтобы можно было разговаривать по громкой связи. И куча вот таких вот RCA разъемов. Здесь у нас подключение сабвуфера, подключение двухканального усилителя звука и подключение аукса. Давайте пробежимся по характеристикам. Здесь установлен самый популярный на сегодняшний день восьмиядерный процессор Unisoc 7862, который устанавливается во все нормальные автомобильные Android устройства. Под словом нормальные, я имею в виду не те, которые продаются за 3-4-5 тысяч рублей, а те, которые стоят от 300 долларов на Алиэкспресс. Например, все новые магнитолы TIS работают на этом процессоре. И если вы хотите купить себе подобное устройство, которое не будет вискнуть на каждом повороте, рекомендую искать именно с этим процессором. Все-таки предыдущие PX6 и тем более PX5 уже не актуальны и покупать их точно не стоит. Дальше 4 оперативные и 64 встроенной памяти. На мой взгляд это золотая середина для нормальной работы устройства. Сегодня в продаже есть версии, в которых установлена память 8256. Больше всегда лучше, но зачем столько памяти в автомобильных магнитолах, лично мне не совсем понятно. Если у вас есть аргументы в пользу большого количества памяти, напишите в комментариях. Также на борту двух диапазонный Wi-Fi, GPS и GLONASS, хороший радиочип NXP6686 поддержкой RDS и отдельный чип DSP с 32-полосным эквалайзером и кучей различных настроек звука. В качестве встроенного усилителя звука все тот же популярный TDA7850, который встречается в 95% подобных магнитол на системе Android. Как показывает практика, звучание этого усилителя очень достойное и нравится практически всем автомобилистам, но на улице уже 2023 год и хотелось бы чего-то более интересного. Китайцы явно положили болт на то, чтобы работать над улучшением качества звука. Типа микросхема хорошая и так продается нормально. Дисплей остался такой же, это 7-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1024 на 600 точек. Не самые лучшие характеристики в 2023 году, но опять же, как показывает практика, на такой диагонали этого вполне достаточно. Качество изображения в целом хорошее, с большими углами обзора. Картинка будет отлично читаться из любой точки салона автомобиля. Но если вы хотите яркий дисплей с сочным красочным изображением, стоит смотреть в сторону QLED экранов. И если говорить о разнице в сравнении с QLED, здесь будет немного меньше яркость, но цвета более натуральные. На борту 10-й Android, что позволяет устанавливать из Play Market абсолютно любые приложения. Различные навигаторы, соцсети, приложения диагностики, YouTube, приложения для датчика давления в шинах и тому подобное. Есть поддержка CarPlay и Android Auto, подключается все это дело через провод, как и во многих штатных магнитолах. Система работает стабильно, без лагов и подвисаний. Встроенный 4G модем удобная штука, но только в том случае, если вы очень часто пользуетесь автомобилем. У вас всегда будут свежие данные о пробках и погоде, можно смотреть онлайн фильмы или пользоваться онлайн приложением для прослушивания музыки. С навигацией никаких проблем нет, даже в здании магнитола находит много спутников. В настройках можно посмотреть количество спутников каждой системы и даже узнать свои координаты. В плане звука технически ничего не изменилось, поэтому звучание будет такое же, как в прошлой версии. Повторюсь, что TDA7850 дает вполне хорошее звучание штатных динамиков. Но если вы хотите чего-то большего, в любом случае необходимо устанавливать усилители звука. Благодаря установленному DSP чипу, то есть это уже не просто программная обработка, а именно отдельно установленный чип, который отвечает за настройки звука. Благодаря этому чипу мы получили больше возможностей. Смотрите, здесь у нас есть 15-полосный эквалайзер, все это дело настраивается. Также есть готовые предустановки. В принципе, все как и в обычных магнитолах, но также появилось меню настройки дополнительной. Здесь есть меню перед-зад, то есть пропорции мы включаем. И теперь у нас получается 15-полосный отдельный эквалайзер для передних колонок. И смотрите, 15-полосный эквалайзер для задних колонок. То есть передние и задние колонки мы можем настраивать отдельно. Это очень круто. Дальше у нас идет настройка позиций слушателя. Здесь в принципе все стандартно. Настройка объемного звука, то есть мы можем настроить отдельно каждый динамик. Здесь настраивается у нас задержка по динамикам. Мы можем это включить, выключить и также задать смещение на задние либо передние динамики. Дальше у нас идет настройка низких частот. Мы можем выбрать частоту и ее усиление. Помимо этого есть отдельная кнопка для сабвуфера. У нас здесь настраивается громкость. Есть включение либо включение усилителя. И настройка срезов, то есть верхние низкие частоты. И также есть фильтр басов, что тоже очень прикольно. Допустим, если вы не хотите, чтобы на динамике шли низкие частоты, здесь все это дело подрезается. Этот вариант отлично подойдет, если у вас отдельно установлен сабвуфер. Поэтому на динамиках подрезаем, сабвуфер отдельно настраиваем и получаем вполне хороший звук. Итак, друзья, вот я о чем говорил. Смотрите, здесь настраивается частота среза. Мы можем убирать низкие частоты, то есть на динамике будут идти только средние и высокие частоты. Слушаем, как это играет. То есть смотрите, сейчас есть хороший бас. Убираем. И звук становится абсолютно плоский. Лаунчер вполне обычный, без кучи различных фоновых приложений. За счет чего температура процессора в простое около 40 градусов. И даже во время стресс-теста температура не поднималась выше 70 градусов, что очень хорошо. Итоги 15-минутного стресс-теста у вас на экране. Здесь с этим все в порядке, процессор не троттлит. Из коробки лаунчер выглядит следующим образом. Это стартовая страница и вторая страница со всеми нужными приложениями. Здесь у нас есть навигация, радио, дата и время, музыкальный плеер и вот проблемы с переводом. Синий зуб это подключение по Bluetooth. В этом приложении вы можете набрать номер вручную, позвонить кому-то, либо синхронизировать из списка контактов смартфона. Также здесь доступно прослушные музыки с вашего смартфона. На кнопку навигации можно установить абсолютно любое нужное приложение. В моем случае это Яндекс.Навигатор. Приложение радио выглядит следующим образом. Как я уже сказал, здесь есть поддержка RDS. Память у нас на 18 станций. В нижней части еще 5 кнопок. Первая кнопка открывает видеоплеер для просмотра, опять же, видео с флешки. Все читаемые форматы у вас на экране. Дальше переход в эквалайзер. Переход в основное меню, где расположены все ненужные приложения. Переход в основные настройки и файл менеджер. Сверху вниз открывается стандартная шторка андроида. Здесь у нас есть режим для глаз, с помощью которого включается более теплое изображение. Возможно, кому-то будет приятно. Можно выключить полностью экран. Также мы можем, допустим, включить заставку в виде даты и времени. В основном меню можно найти все установленные приложения, которые есть в этом устройстве. Здесь у нас из интересного это настройки мультируля. Дальше переход в основные настройки и все в этом роде. Даже есть калькулятор. Но теперь самая главная фишка, которая скрыта в настройках. Необходимо зайти в настройки устройства. Здесь, в принципе, все то же самое, как и в другой магнитоле. Поэтому не буду повторяться, покажу самое интересное. Переходим в графу заводские настройки. Наводим пароль 3368. Нажимаем ОК. И здесь находим настройку выбор Home Launcher. Нам доступно 4 варианта. 0.5 у нас уже установлен. Давайте выберем 0.4. И лаунчер у нас меняется. И самое интересное, на мой взгляд, это 13 лаунчер. Самая удобная оболочка. Все на месте. То есть кнопка навигации под рукой. Bluetooth, кстати, переведен уже абсолютно нормально. То есть не синий зуб, а именно Bluetooth. На мой взгляд, это самый удачный лаунчер из всех 4, которые есть в данной магнитоле. В итоге эта модель все еще актуальна, но не самый лучший вариант на 2023 год. У нее хороший звук, быстрая работа системы, 4G интернет и куча других полезных функций. Из минусов это большой размер корпуса, за счет чего могут быть проблемы с установкой. Убрали RGB подсветку кнопок, осталось только красное. Ну и IPS дисплей сегодня уже теряет свою актуальность. Ну а что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.